Всех приветствую, мои дорогие! Накопились у меня за полтора месяца пустые баночки. Хочу показать, что у нас закончилось и рассказать свои впечатления. Начну с жидкого мыла. Первое это у нас персик и маракуйя в йогурте, ухаживающее жидкое крем-мыло. Понравилось, приятный аромат, отлично справлялась со своей задачей, удобная помпа. Единственное, мне показалось, что не очень экономично оно в расходе. Как-то оно у нас живенько израсходовалось. И от этой же марки второй вариант, голубика и ежевика в йогурте. Также приятный аромат, было приятно пользоваться, со своей задачей мыло отлично справлялось. Ну вот, как я уже сказала, единственное, что как-то оно так живенько у нас израсходовалось. Гель для душа, Бернинген, надеюсь, не коверкую марку. Хорошо. Хороший гель, имел приятный, ненавязчивый аромат, отлично справлялся со своей задачей. И вот он был достаточно экономичен в расходе, хватило нам его надолго. Остались довольны. Дальше покажу дезодорант. Вы знаете, как дезодорант, он со своей задачей справлялся. Но в то время, как я его распыляла, то вот было ощущение, как будто вам и в горло, и в нос попадает аромат. И он настолько, вроде и не сказать, что неприятный, но вот хотелось из ванны поскорее выпежать, скажем так, вздохнуть свежего воздуха. Но как дезодорант, на мой взгляд, неплохой, если вы, ну как-то вот спокойно переносите такие распыляющие дезодоранты, которые, казалось бы, поглощают весь свежий воздух в момент нанесения. Следующее, это у нас натуральный шампунь для объема волос Сибирина. Хороший шампунь. Волосы промывал, пенился. Не могу сказать насчет того, путал он волосы или нет, потому что я использую с бальзамом для волос. А дети пользовались другим шампунем. Просто есть сейчас средства, которые вот-вот закончатся, но я решила, что покажу их в следующий раз. И мне самой этот шампунь понравился. Так как я использую всегда вместе с бальзамом, то у меня волосы не путаются. Мягкие, шелковистые, приятные. И мне этот шампунь понравился. Хочу сказать, что у него достаточно экономичный расход. Опять-таки удобная помпа. Мне понравился. Дальше хочу показать еще одно жидкое мыло. Ненавязчивый аромат. Со своей задачей мыло справлялось. Но опять-таки мне показалось, что достаточно оно у нас как-то быстро израсходовалось. Ну, само по себе хорошее, приятное. Если учесть, что и два первых варианта, и этот вариант приобретался по бюджетной цене, то, как говорится, здесь даже придраться не к чему. Дальше покажу вам зубную пасту. Мне кажется, я вам уже подобную показывала. Это у нас Элпике. Приобретала в подружке, когда за 49 рублей в корзину пошли эти зубные пасты. Вы знаете, хорошая гелевая зубная паста. По крайней мере, зубы очищала. Единственное, мне от нее не хватало, наверное, какой-то свежести. Если бы был от нее еще эффект свежести, наверное, она бы больше мне понравилась. Так, никакого дискомфорта не было. Хорошая, недорогая зубная паста. И вторая, которая у нас закончилась. Вот такая. Мне кажется, у меня тут даже от нее где-то коробочка была. Тоже хорошая зубная паста. Отлично справлялась со своей задачей. Вот от нее уже какой-то эффект свежести был. Но при этом, вы знаете, она меня не впечатлила настолько, чтобы бежать и повторять ее. Но попробовать было интересно. Следующее, что я вам хочу показать, это сыворотка. Это у нас корейский бренд. Я, мне кажется, вам уже подобную показывала, но немножко другую. Ну, то есть другой вариант от этой же марки. Так, это у нас сыворотка для лица с экстрактом муцина улитки регенерирующая. И вы знаете, эта сыворотка меня очень удивила. Потому что она была по консистенции, как вода. Вы пытаетесь ее из пипетки нанести, и у вас как будто вода по руке растекается. В итоге я ее перелила в флакончик с распылителем. И вот так на лицо распыляла. Потому что из пипетки перенести ее на лицо было просто невозможно. Каких-то, вы знаете, свойств я от нее не заметила. Особенно если учесть, что заявлено, что она с муцином улитки. То есть, по идее, это что-то более такое густое, вяжущее должно быть. Ну, нет, здесь была как обычная водичка. Мне показалось, что она слегка увлажняла кожу. Но никакого регенерирующего или другого действия я от нее не заметила. То есть, я ее посоветовать не могу. И мне кажется, это первая сыворотка, у которой я вот такую консистенцию вижу. Я, конечно, удивлена очень. Следующее, что покажу вам, это... Сейчас найду, что следующее покажу. Это у нас идет вот такой лосьон. Так, давайте посмотрим, что заявляет производитель. Так, это у нас отбеливающий лосьон для лица и тела. Так, против пигментных пятен и веснушек с витамином С. Вы знаете, я вот как-то никакого не отбеливания, ничего не заметила. Тут написано, что он увлажняющий, осветляющий, с витамином С восстанавливает кожу после воздействия солнечного света. Ну, вот что он увлажняющий, это да. Ну, опять-таки, каких-то свойств я у него не заметила. Чтобы повторять, бежать, вообще, это японский бренд. Достаточно хороший, известный. Ну, вот именно на своей коже я особо от него эффекта не заметила. Знаете, вот из серии, что пользовалась, что не пользовалась. Дальше покажу тоник. Я уже как-то вам подобный показывала, у меня уже был в использовании. Вы знаете, хороший тоник. Хорошо очищал кожу, не вызывал никакого дискомфорта и был экономичен в расходе. Мне понравился. Следующее, что хочу показать, это пенка. Я ее тут разрезала, поэтому вид у нее, конечно, не очень презентабельный. Это от Эвелин. Пенка, вернее, это идет очищающий гель для умывания лица, антибактериальный. Хороший, понравился. Хорошо очищал кожу, не вызывал дискомфорта, хватило надолго. Приятная консистенция. У нас сразу много открыто пенок. Ну, вообще, для умывания лица и я, и старшие дети пользуемся. Поэтому у нас бывает, что-то какое-то время не заканчивается, а потом средства начинают одно за другим уходить, скажем так. Также покажу еще вам от Хада Лаба. Пенку для умывания тоже она не очень красиво выглядит, но пенка хорошая. Хорошо очищала кожу, не вызывала, опять-таки, дискомфорта. Так, это у нас идет... Девочки, давайте вот покажу, что я сама тут плохо вижу. Так, крем-пенка для лица. Вот очищение, контроль. Ну, насчет контроля возникновения пигментных пятен, тут ничего сказать не могу. Я у себя особо не вижу никаких пигментных пятен. Ну, вот кожу очищала хорошо, можно сказать, до скрипа, но при этом не было дискомфорта. То есть, у меня не было ощущения, что кожа как-то стянута или срочно нуждается в увлажнении. И, опять-таки, достаточно экономично в расходе пенка. Там буквально небольшой горошинки надо. Хватает вот как раз, чтобы умыться. И еще один очищающий гель. Давайте покажу это уже от Невея. Ну, вот я подобными больше люблю. Если корейскими пенками я люблю вечером пользоваться, когда макияж смываю. То есть, сначала я гидрофильным маслом смываю макияж, потом вот подобные пенки использую. То вот подобные пенки от Эвелин я, например, с утра люблю использовать. Хороший очищающий гель. Опять-таки, с своей задачей справлялся. Воспользоваться было приятно. Кожу очищал, дискомфорта не вызывал. Единственное, что он был, конечно, не настолько экономичен в расходе, как вот корейская пенка. Ну, у Эвелин там изначально объем большой, поэтому она дольше была в использовании. А вот это, мне кажется, как-то у нас быстренько так израсходовалось. Следующее, что хочу вам показать, это сыворотка у нас идет от Эвелин. Вот такой флакончик. Сейчас я вам покажу коробочку. Мне всегда так удивляет, когда маленький флакончик, такая огромная коробочка. Так, что у нас тут заявляет производитель? Значит, мультирегенерирующая сыворотка против морщин. Ночная эффект 100% омоложения. Объем 18 мл. Ну, конечно, девочки, никакого омоложения не было. И да и не заметила я, чтобы морщины куда-то исчезли. Но я, честно говоря, особо в такое и не верю, когда приобретаю. То есть, для меня сыворотки это, наверное, больше увлажнение, может, немножко выравнивание кожи. Как-то более, чтобы лицо выглядело здоровым, посвежевшим. Вы знаете, как сыворотка и расход был такой экономный, я бы сказала. И вот мне показалось, что сыворотка давала как-то, знаете, одновременно, как будто и увлажняла, и питала кожу. Но такой эффект не очень длительный был. Но мне у нее аромат не понравился. Какой-то аромат очень такой резкий, я бы сказала, на любителя повторно. Я бы, наверное, не стала повторять. Следующее, что хочу вам показать, это вот такой крем от Эвелин. Он мне понравился. Это у нас идет увлажняющий, успокаивающий, легкий крем. Действительно, он увлажнял кожу, успокаивал. Ну, я не могу сказать, что у меня прям кожа была какой-то раздраженной. Чтобы вот прям заметить явный какой-то эффект. Но мне понравилось, что на него, например, хорошо тональный крем ложился. Крем достаточно быстро впитывался, увлажнял кожу. И на него хорошо ложился тональный крем. Потому что у меня, например, далеко не на все кремы ложится тональный крем. И у меня от этого крема не было никакого дискомфорта. А мне тоже далеко не все кремы подходят. Дайте вот так покажу информацию. Это тем кремом я осталась довольна. Приятный, быстро впитывался, хорошо распределялся, кожу увлажнял. Может, даже кожей более такой свеженькой выглядела. Я осталась довольна. И также мне понравился крем. Тоже от Эвелин. Это у нас вот такой крем-лифтинг для лица. Ультра восстановления. Вы знаете, я его не столько на лицо, сколько на шею и зону декольте использовала. У него очень приятный такой свеженький. Вот такая баночка, свеженький аромат. Вы знаете, чего-то свеженького такого. И он, по моим ощущениям, это был больше питательный крем. Он кожу впитал. Даже, может, немножко где-то выравнивал. Он тут маслом каким-то обогащен, оливками. Так, улучшает эластичность и упругость кожи. Сокращает и заполняет морщины. Мне показалось, что это хороший питательный крем. Ну, может, да, вот немножко он как-то, как будто бы выравнивал кожу. Приятный очень был в использовании и достаточно экономичен в расходе. У меня кремы тоже я сразу несколько открываю. Поэтому у меня они то не заканчиваются, то один за другим начинает уходить. Дальше покажу баночку, которая выглядит очень непрезентабельно. Это у нас скраб. У нас почему-то то, что в ванне стоит, зачастую как-то некрасиво баночки потом выглядят. Девочки, ну какой же здесь приятный аромат был. И сам скраб мне очень понравился. И аромат, несмотря на то, что я баночку потом помыла, до сих пор вкусный, вкусный, вишневый, насыщенный аромат. Очень приятный. Пользоваться было одно удовольствие. Как скраб тоже отлично очищал кожу, при этом ее не травмировал. И я осталась очень им довольна. Вот так вот называется. Ну вот даже мне настолько аромат зашел, что как дополнительная какая-то как будто спа-процедура какая-то. Было очень приятно пользоваться. Дальше покажу вам скатку. Грейдей. Где-то у меня тут коробочка от нее была. Сейчас, девочки, покажу вам. Разрезаю, потому что бывает не выдавливается средство, а потом разрезаешь и еще на несколько раз хватает. Вы знаете, здесь аромат немножко рисковатый был, я бы сказала, на любителя. И мне больше понравилось, опять-таки, использовать для зоны декольте. Вот, девочки, упаковка. Это корейский бренд Грейдей. Вот зону декольте прям вот отлично работал. Так, а почему у меня так все потемнело? Девочки, подключила батарею дополнительную. Я на новый телефон снимаю, поэтому я очень надеюсь, что качество будет неплохое. Давайте дальше смотреть. Бегала, брала запасную батарею. Патчи закончились. Гидрогелевый патч, 60 штук. Вы знаете, мне они не понравились тем, что... Здесь, кстати, не было ни лопатки, ничего здесь. Ну, как была из фольги такая заглушка. И патчи. Сами патчи-то неплохие, как бы такое разовое действие от них было. Но мне не понравилось, что они сползали. Их все время приходилось поправлять. Я-то обычно, ну, сначала делаю макияж глаз. То есть я, как бы, прилепляю патчи и начинаю делать макияж глаз. Обычно у меня патчи никуда не сползают. Я спокойно пока делаю макияж глаз. Патчи, скажем так, работают. Ну, могу чуть раньше, да, вот их налепить, чем макияж делаю. А тут это... Они сползали мне в процессе макияжа. Их все время, как бы, поправлять приходилось. А так, ну, воздействие разовое, неплохое было. Дальше хочу вам показать крем. Тоже он у меня долго был в использовании. Тоже японский бренд. Такой он по текстуре. Ну, вот так, баночка там уже. Я все баночки стараюсь, ну, либо прям доиспользовать, чтобы ничего не было, либо очищаю, чтобы мне потом в пакет ничего не налилось. Такой был, как немножко вязкий по текстуре, плотненький. Сейчас я вам покажу коробочку от него. Ой, теперь задеваю провод от батареи. Вот, девочки. Это гель для лица. Три в одном для всех типов кожи. Универсальный гель. Сочетает в себе свойства крема, эссенса и маски. Я на ночь наносила. Он такой липкий был немножко. Мне показалось, что вот на утро после его использования кожа была более напитанной, как будто даже визуально вот морщинки мелкие разглаживались, увлажненной. Ну, при этом вот какого-то вау-эффекта. Вот знаете, серии, что я пользовалась там. И помолодела, хотя я от кремов, ну, не жду этого. Я не заметила. Просто если учесть, что изначально все эти кремы это японский крем, ну, что изначально эти кремы все стоили небюджетно, вот такая коробочка от него, то за полную стоимость я бы не стала приобретать. Вот лично на мне какого-то вау-эффекта от его использования не было. А вот что мне очень понравилось, это крем от Seo of Spa, который очень долго был у меня в использовании. Вы знаете, это так странно. Это крем для зоны глаз и декольте. Я в основном использовала, конечно же, для зоны вокруг глаз, потому что крем такой хороший, его на зону декольте. Как-то даже жалко было тратить. Сейчас, девочки, ищу информацию на русском, чтобы вам показать. Вот, видите? Такая информация. Я, ну, вот, под глаза наносила. Посмотрите, как сама банк шикарно выглядит. У него, кстати, был очень такой, какой-то приятный аромат. Так, банк тут вся, видите, какая красивая. Вот так внутри выглядела. И он кожу, как мне показалось, и увлажнял, и питал под глазами. Вот даже какие-то мелкие морщинки, как будто бы немножечко разглаживал. Так, тут вот уж такая заглушечка была. И до сих пор аромат такой приятный. Я прям очень им осталась довольна. Мне кажется, я им около года пользовалась. Он действительно прям такой экономичный в расходе. Ну, может, если бы я еще активно на зону декольте его наносила, возможно, конечно бы он быстрее бы израсходовался. Дальше покажу. Еще у меня закончились пэды. Вот такие пэды. Сейчас вам покажу от них тоже коробочку. Так, может, нагляднее будет. Вот здесь тоже пинцет, заглушка. И там были пэды. Пэды я тоже использую. Либо вот пока макияж глаз делаю, либо, ну, когда ночной уход использую. Так, сейчас вам покажу информацию. Так, где у нас тут на русском языке? Сейчас девочке в коробочку сложу. Вот так выглядела от них коробочка. Я, кстати, недавно в подружке в корзине видела пэды. Другие, по-моему, успокаивающие. И стоили они там 449 рублей. Но там срок годности был, по-моему, до 1 июля. И также тонер стоял за 500 где-то так рублей. Из этой же линейки тоже до 1 июля. Я еще подумала, он такой маленький срок остался. И такая стоимость все равно немаленькая. Вот такая информация, успокаивающие пэды. Опять-таки, какого-то вот прям существенного вау-эффекта я не заметила. Поэтому, скорее всего, повторять не буду. Ну, вот так, чтобы, знаете, воспользовалась и увидела. По мне, ну, как бы, что без них, что с ними. Может, более кожа, опять-таки, ну, вот по моей коже, как видно, более такой, как бы, здоровый, отдохнувший вид. Вот на мне некоторые средства так работают. И тогда я вижу, работает средство или нет. Дальше покажу крем вам. Сейчас я тоже его разрезала. Вот так выглядит. Вы знаете, и дочки, когда надо было, использовала. Но потом в итоге доиспользовала для себя, как крем для рук. Крем хороший, прям кожу рук напитывал. Именно он мне питательным показался. Единственное, здесь такая отдушка, на мой взгляд, на любителя. То есть, я бы из-за отдушки уже не стала бы повторять. Также не очень мне понравилась отдушка у крема для рук от Эвелин. Сам крем кожу увлажнял. Чего-то прям эдакого я от него не заметила. Давайте посмотрим, что у нас тут. Так, восстановление кожи рук и длительная защита. Я вам подержу, покажу. Не знаю, я никакой защиты не заметила. По мне, просто вот увлажнение какое-то давал на какое-то время. Специально приобретать не стала. Я, по-моему, за 25 рублей приобретала. Так вот, ну, не стала бы специально повторять. Крем для рук из набора. Ну, вы знаете, тоже увлажнял кожу рук на непродолжительное время. Закончился весьма почему-то быстро. Но специально покупать не стала бы. Отдушка здесь шоколада, но такая отдушка, ну, скажем так, мне кажется, есть более вкусные отдушки. Так вот, как такой вариант куда-то в сумочку положить, с собой взять в дорогу. Вот, знаете, когда вы, например, там помыли посуду или просто вот в воде возились и кожа нуждается вот в таком быстром увлажнении, то, да, для таких целей неплохой крем. Но какого-то вот длительного воздействия я от него не заметила. Так же понравился, вот, закончил так же, и он мне понравился, крем от Эвелин. Здесь уже был приятный аромат, крем и питал, и увлажнял кожу рук. Опять-таки, девочки, у меня не самая проблемная кожа рук, поэтому какого-то там вау-эффекта я от всех этих кремов не замечаю. Ну, от этого крема и питание, увлажнение, по крайней мере, на какое-то время чувствовалось. Достаточно быстро он впитывался, не образовывал никакой а-ля липкости или эффекта пленки. Я осталась им довольна. Давайте немножко штатив подвину. Дальше хочу вам показать, закончились у меня... Это мне Лерочка из Израиля дарила. Это марка Сакара из израильский бренд. Там были такие диски, которыми я остатки лака стирала. Достаточно были экономичны в расходе. Мне понравился такой формат. Ну, то есть, вам надо остатки лака стереть. Достаете один диск, и одним диском вот с двух рук лак отлично стирался. Давно они у меня в использовании. Не засохли, не испортились. Использовала по мере надобности. Осталась довольна. Дальше хочу вам показать, наверное... А, нет. Вот еще хочу показать маски. Тоже мне очень понравились. Действительно, кожу очень хорошо очищали. Никакого у меня после использования дискомфорта не было. Было ощущение, что кожа очищена. Опять-таки, более здоровый, посвежевший вид. Единственное, что-то там в состав входит, что когда я маску уже наносила, у меня, знаете, как будто немножко глаза пощипывали. Ну, вот как будто там ментол или что-то такое. И маска немножко кожу холодила. В этой коробочке было три вот таких пакетика с маской. Ну, я распределяла на лицо и на шею. Потому что вроде как на два раза не хотелось такой пакетик растягивать. Я, если открываю подобные пакетики, мне хочется за один раз использовать. Но при этом для лица на один раз там было многовато. Поэтому я еще на шею наносила. Вот. И сейчас вот эти маски пошли в корзину по 49 рублей. Я их увидела на стенде в некоторых магазинах. Поэтому обращайте внимание, кому нужно. Возможно, вы тоже подобные маски обнаружите. Ну, мне вот это пощипывание, как будто, вы знаете, у вас глаза начинают слезиться. Это буквально несколько секунд длилось. Мне это не мешало. Поэтому я... Главное, что я видела эффект. И я пользовалась с удовольствием. Также, девочки, я не помню, показывала я вам такой мист или нет. Мне кажется, может, даже и показывала. Возможно, это у меня уже повторка. Такой мист. Хорошо освежал. Мне понравился. Я также вот перед тем, как делать макияж, бывает, мистом пользуюсь. Могу в качестве, как вот, спрея. Ну, не для закрепления макияжа, чтобы вот у вас как-то макияж более смотрелся. Ну, как вот говорят, чтобы все слои косметики сглаживались. Вот. Ты так тоже использовала. Хороший, приятный. Хороший, приятный. Вот, знаете, его наносишь, и вот как будто какая-то свежесть вокруг вас. Понравился. Дальше покажу. Аромат закончился. Это у нас Арманд Баси. Приятный. Единственное, что он не очень долго держался. Но это вкусный, сладкий, приятный аромат. Вот с таким оригинальным флаконом. У меня даже несколько раз спрашивали, когда я с этим ароматом ходила, что же это такое приятное на мне. Ну, достаточно долго он у меня был в использовании тоже. Последнее время пользовалась активно, и он у меня закончился. И также закончился еще аромат от Фаберлик. Мурмур. Очень приятный, девочки. Очень вкусный. Не могу сказать, что он долго держался. Но это и не из тех ароматов, которые моментально с вас куда-то улетучиваются. Очень милый дизайн. Брелочек я потом этот оставлю в конце года, когда вам покажу пустышки ароматов за год. Но вот этот аромат, можно сказать, у Фаберлик тоже один из моих любимчиков. Единственное, зная, что ароматы Фаберлик могут в любой момент испортиться, то я им пользовалась целенаправленно почаще. Потому что, ну, мне бы было жалко, если один из моих любимых ароматов просто бы испортился. Закончился у меня лак для ногтей. Я тут даже остатки выливала на бумажечку. С бумажечки делала маникюр, потому что лак мне очень понравился. И он не засох, но уже кисть не доставала. И вот пришлось таким методом. Это, конечно, было не очень удобно вот так набирать. Но, как вы видите, полностью он у меня закончился. Хороший лак. Ну, единственное, у меня все лаки держатся вот до первого мытья посуды. Стоит помыть посуду, все. Лак уже можно стирать, потому что он уже начинает облизать. Ну, вот так накрасить ногти перед роликом, куда-то выйти. Это время лак держался. Дальше покажу вам праймер от Lamelle. Покажу тоже коробочку, кому интересно, как это все изначально выглядело. Это у нас масляный праймер. Вы знаете, мне не нравилось. Вот когда его на лицо наносишь, вы его все равно как-то ощущаете. Давала я ему время усесться. Тональный крем на него наносился. И потом, в целом, макияж смотрелся красиво. Но я поняла, что все-таки масляный праймер это не мое. Я их как-то вот ощущаю на лице. При этом не могу сказать, у меня не было никаких проблем. То есть, ни прыщей там, ни забитости пор от него. Но повторять я бы не стала. Дальше покажу вам тональный крем. Закончился у меня отель. Тоже покажу коробочку. Вот так, девочки. Ой, у меня тут это от батареи шнур идет. Вот так он выглядит. Коробочка с SPF. Давайте я крышку сниму, чтобы нам тут это... Я его, девочки, воскребала. Когда дозатор перестала выдавать, я его тут воскребала кистями. Вот насколько смогла. Надо сказать, что его после того, как уже помпа его не выдавала, я достаточно долго воскребала. Наверное, еще полторы недели я им пользовалась. Вы знаете, по оттенку он мне прям идеально подходил. Он хорошо ложился, распределялся, никуда у меня не западал. Но он на моей коже держался очень недолго. Вот буквально 2-3 часа, и он куда-то с моей кожи начинал исчезать. Хотя, насколько я помню, это устойчивый крем. В Т-зоне кожа быстро с ним начинала жирниться, хотя он матирующий. Поэтому я бы... Также закончился консилер от Vivienne Sabo. Неплохой консилер. Я его использовала также в качестве базы под тени. На мне консилеры долго не держатся, поэтому мне сложно оценить их. Под глаза я тоже, как правило, не наношу. Но когда только наносила на какие-то недостатки, он их перекрывал. И в качестве базы под тени тоже идеально работал. Я уже вовсю использую такой же консилер в другом оттенке. Следующее, что хочу вам показать, матирующие салфетки 100 летней давности. У меня тоже они в сумках везде лежат. Я не всегда их в пустые банки складываю. Но вот эти на днях доиспользовала и решила вам показать. Это от Фаберлик. Хорошо справлялись со своей задачей. Мне кажется, что все салфетки со своей задачей справляются. По крайней мере из тех, что я пробовала. Следующее, что вам хочу показать, это у нас подводка. Это у нас Лореаль в коллаборации. Ну, скажем так, а-ля коллаборация с Карлом Лагерфельдом. Подводка была из лимитированной коллекции. Давно уже у меня в использовании. Красивый у нее был оттенок. Давайте попробую показать. Полежала. Вот видите, что-то еще с трудом можно извлечь. Но на веках уже все не наносилось. Даже на один глаз не хватало. Хорошая подводка. Красивый оттенок. Я ей довольна осталась. Ну, сейчас такие уже не приобрести. Поэтому много говорить не буду про нее. Также не буду много говорить про матовую помаду. Так, матовая она у нас или нет? Помаду от Лореаль. Тоже 100-летней давности. Но, вы знаете, аромат до сих пор приятный. Красиво смотрелась на губах. Ну, такая у нее немножко текстура. И я бы сказала, как муссовая. Вот до сих пор аромат очень приятный. Хотя помаде много лет. Все, я там все, что могла, выскребла. Тут даже если тюбик сдавить, уже ничего не выдавливается. Тоже делала, можно сказать, на нее упор. Я, если вижу, что у меня что-то может вот-вот закончиться, то я уже чуть ли не на постоянной основе начинаю это средство использовать. Закончился блеск для губ от Revolution. Неудобный флакончик. Очень сложно извлечь остатки. Я тут старалась. Очень нежный, красивый. Бывало, использовала его даже вместо бальзама для губ. На какое-то время он, как вот, немножко увлажнял губы. Сейчас уже трудно что-то извлечь. Вот такой приятный оттенок. Единственное, на моих губах долго он не держался. Заказывала сто лет назад, когда сайт Revolution еще там бьюти назывался. И цены там были просто из серии 30 центов и тому подобное. Ну вот. Сейчас, девочки, подвину немножко штатив. Дальше хочу вам показать обводку. Это у нас ардеко из лимитированной коллекции. Вы знаете, мне кажется, она частично высохла. Потому что я ей, конечно, пользовалась. Она просто шикарно смотрелась на веках. Особенно, если я делала стрелку, например, черным или синим карандашом или коричневым. И сверху вот проходилась этой подводкой. Но все равно вот у меня подозрение, что наполовину она все-таки как-то высохла, куда-то улетучилась. Очень красиво переливалась, сверкала при искусственном освещении. Удобно было наносить. Ну вот тоже все, что могла, выскребла. Но опять-таки, за полную стоимость я бы не побежала покупать, зная, что ардеко достаточно, особенно сейчас, небюджетный бренд. Мне кажется, я ее приобретала за 69 рублей. И за такую цену, как говорится, почему бы не попробовать. Следующее, что я вам хочу показать. Это у нас блеск для губ от Катрис из лимитированной коллекции. Здесь изначально был объем всего 1 мл. Но при этом я достаточно длительное время его использовала. И использовала и как бальзам для губ, и просто с ним самостоятельно ходила, и обновляла какие-то помады им. Вы знаете, простой прозрачный блеск. Специально бы не побежала приобретать. И там еще очень-очень ограничитель был. Блеск можно было назвать жадным. Вот надо было несколько раз закрутить, открутить, чтобы что-то как-то нанести на губы. И там был небольшой как плампинг эффект. Дальше покажу. Закончился оттеночный бальзам. Тоже 100 летней давности. Но у него до сих пор очень приятный такой конфетный аромат. Он, можно сказать, выбеливал губы. Но я на него потом, допустим, тинт могла нанести или какой-то блеск. И смотрелось все весьма и весьма красиво. Это тоже очень старая линейка у Essence. Вот так, видите, он красиво смотрится. Ой, но аромат очень приятный, конечно. Дальше хочу вам показать бальзам с ароматом кактуса, наверное, с SPF. Знаете, вот какой-то приятный бальзам, но вот какого-то большого впечатления на меня не произвел. Хотя я его тут выскребала, вот прям, можно сказать, полностью. Он на какое-то время губы увлажнял. Но вот такого, опять-таки, вау-эффекта от него не было. Бальзам от Элпике, который мне абсолютно не понравился. У него был специфический аромат. Как-то и на губах он не прям ощущался. Я его, знаете, частично на губы и потом уже по большей степени на кутикулу использовала. Ну вот аромат какой-то, как будто какао и что-то старое. Хотя тут и срок годности все хорошее. Вот. Ну, то есть это вообще... Недавно только они в корзину уходили. Это у нас дата изготовления здесь. И срок годности там хороший. По-моему, три года. Дальше хочу вам показать тушь. Девочки, это от Lanvin тушь. Миниатюрка. Ну, опять-таки, вот. Какого-то суперэффекта я не заметила. Я бы не стала приобретать. Особенно, если учитывать, что люкс стоит достаточно дорого. У меня эта тушь попадалась в наборе, который тоже еще был приобретен на скидках. Там, несколько лет назад, когда еще цены были абсолютно другие, скажем так. Нет, тушь меня абсолютно не впечатлила. Ресницы она, конечно, прокрашивала. Чуть-чуть удлиняла. Чуть-чуть объем придавала. Но у меня есть бюджетные туши, которые, скажем так, работают намного-намного лучше. Дальше хочу вам показать пробник из арома бокса с рандеву. Это у нас аромат отжимал. Достаточно очень стойкий, насыщенный аромат. Вот, держался целый день. Конечно, аромат на любителя, как мне показалось. Я бы сказала, что это аромат унисекс. Возможно, даже больше мужчинам подойдет. Ну, мне подобные ароматы по настроению нравятся. И с удовольствием я с ним ходила. И действительно, там вот, знаете, одно распыление, и целый день вы благоухаете этим ароматом. И, несмотря на то, что это пробник, аромат достаточно экономичен в расходе. Покажу вам карандаш для губ от Флармар. Это был подарок из Израиля. Хороший, красивый карандаш. Красивый оттенок, к сожалению, не могу показать. Достаточно долго был у меня в использовании. И оставлю я вот эту точилку. Она для таких широких карандашей подходит. В целом, специально карандаши для губ я практически не приобретаю, потому что спокойно могу обходиться без них. И у меня сейчас всего лишь в моей коллекции один карандаш для губ от Шик. Больше для губ карандашей нет. Дальше хочу вам показать карандаши для глаз. Сейчас, девочки. Я не помню, для глаз это. Или для бровей. По-моему, для глаз был. Хороший карандаш. Да, для глаз это был карандаш. Хороший карандаш. Красивый был оттенок. Ну, сейчас уже, к сожалению, не покажу. Я обычно карандаши использую, что вот они прям уже не точатся. Там уже нечего. И второй, я не помню. Это синий карандаш был. То ли от Лореаль, то ли от Буржуа. Тоже очень хороший. Мягкий. Тут еще такая щеточка для растушевки была. Отличный карандаш. Пользовалась достаточно долго. Осталась я довольна. Ой, а я вам не показала. Отложила здесь в сторону. Ну, тут уже ничего интересного нету. Покажу. Во-первых, использовала. У меня в какой-то из масок оставалось много сыворотки. И я вот взяла вот такую сухую маску. Вот в таких как таблетках. В этой сыворотке ее напитала. И как тканевую маску использовала. Ну, я думаю, вы помните такие наборы. Вот с такими сухими а-ля масками. Также, ну, закончилось очередное мыло. Это мыло продается в фикс прайс. На него часто бывает выгодная цена. Очень приятный аромат. Экономично в расходе. Когда бываю в фикс прайс, обычно приобретаю. Вот еще такой вариант. По-моему, их три вида такого мыла бывает. Вот такой еще набор закончился. У нас мыло тоже активно достаточно идет. Вот такие патчи от Невея. Мне кажется, в подарок мне как-то их за что-то там давали. Так, гиалуроновые, гидрогелевые патчи. Ну, знаете, обычные патчи. Единственное, они были большого размера, что мне понравилось. Больше, например, чем вот из баночки патчи. Они никуда не сползали. Аромат здесь цветочный. И патчи хорошие. Ну, если учесть, что мне кажется, что вот такие, ну, вот, как сказать, патчи, где всего на один раз применение стоят не вполне бюджетно, то, ну, вот, специально я бы, наверное, не приобретала. Если бы вот в каком-то банке вот такие патчи были, тогда да. Ну, и у меня тут еще остаются маски. Маска-пленка, которую мне в подарок давали в Литуаль. Ну, обычная маска-пленка. Единственное, что я ее с трудом сняла. Может, не так долго, как надо было, держала. Вот. Специально девочки не стала бы повторять. Хотя был приятный аромат, красивый цвет. Но вот с лица она как-то сложно снималась. Так, дальше у нас мгновенно успокаивающая маска. Действительно хорошая маска. Успокаивала. Прям чувствовался эффект. Я ее использовала, когда у меня кожа такая была немножко раздраженной. Как будто, я бы даже сказала, обезвоженная. И эффект от нее чувствовался. Так, ну и очередная маска для лица. Увлажняющая с экстрактом банана. Мне кажется, я вам уже подобные показывала. Они как-то по 25 рублей или по 15 рублей. Уже не помню, в корзину уходили. Разовый эффект. Действительно, кожа увлажняла. Более свежий, здоровый вид лица. Разовый эффект от этих масок есть. Так, и мне кажется, что я все вам показала. Надеюсь, что качество было... Нет, я вам не все показала. Я вам не показала... Сейчас, девочки, тоже. Вы натуральный крем для ног. Вот такой крем. Мне понравился. Очень приятный аромат. Быстро впитывался. Кожу увлажнял. Напитывал. Ну, вот, не было ощущения этого крема. Никакой липкости. Я им довольна осталась. Ой, ну аромат прям до сих пор. Вот флакон пустой. Аромат приятный. Вот теперь мне кажется, что я вам уже все показала. Если что-то забыла, покажу в следующий раз. Потому что очень много средств, которые, вот знаете, серии на 2-3 раза применения осталось. Сейчас я их уже не стала собирать. Но, думаю, в следующий раз мы их посмотрим. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Всем чудесного настроения. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока.